Серебряный призер Олимпиада 2022 по фигурному катанию Александра Игнатова до замужества Трусова показала тизер произвольной программы. В ролике звучит песня «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Анастасии Спиридоновой. Спортсменка не выступала на соревнованиях с 2022 года. Она примет участие в контрольных прокатах сборной России 14-15 сентября. Полное видео произвольной программы Александра Трусовой с оригинальной музыкой смотрите на нашем телеграм-канале по ссылке в описании канала или под видео. В нашем телеграм-канале мы проводим розыгрыш автографа Софьи Акатьевой. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше и стать победителем и получить автограф Софьи Акатьевой, переходите на наш телеграм-канал по ссылке в описании канала или под видео. Фигуристка Софья Самоделкина покинула Академию Евгения Плющенко. Ранее Самоделкина сообщила, что уже две недели тренируется в Казахстане. Федерация фигурного катания Астаны объявляет, что Софья Самоделкина покинула клуб Ангела Плющенко и с 1 сентября 2024 года больше не сотрудничает с Евгением Плющенко. После более года усердной работы в команде прославленного спортсмена мы приняли решение продолжить свою подготовку в специализированной детско-юношеской спортивной школе номер 2 Акимата Астаны. Мы благодарим клуб Ангела Плющенко и лично Евгения Плющенко и Яну Рудковскую за проделанную работу. Желаем клубу успешно продолжать свою работу над укреплением состава и подготовкой к предстоящим соревнованиям, оставаясь верным своим целям и традициям. Уже в октябре Софья направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелесе к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну, тренеру олимпийского чемпиона Нейтана Чена, а также мировой звезды фигурного катания Ильи Малинина. Софья продолжит сотрудничество и дружбу с Яной Александровной Рудковской и Евгением Викторовичем Плющенко. Решение о переходе к другому специалисту было принято Федерацией и Софьей совместно с ними, сообщили Федерация фигурного катания Астаны. Федерация фигурного катания России одобрила переход Самоделкиной под флаг Казахстана в мае 2024 года. Софья Самоделкина сообщила, что тренируется в Казахстане. Дорогие друзья, вы знаете, что у меня были проблемы с ногой до и после чемпионата Республики Казахстан и три недели тренировочного процесса были пропущены. Потом был период восстановления. Сейчас уже две недели, как я тренируюсь в Казахстане. Федерация фигурного катания города Астаны согласована с Республиканской Федерацией Сергеем Викторовичем Плющенко и Яной Александровной Рудковской. Было принято решение о том, чтобы я тренировалась за границей. «С Евгением Викторовичем и Яной Александровной мы продолжаем сотрудничество и дружбу», – написал Самоделкина. Тарасова оценила уход фигуристки Самоделкиной из школы Плющенко. София поедет к известному тренеру, великолепному педагогу, который воспитал немало чемпионов мира и Европы, победителей Олимпийских игр. Он начинал вместе со мной на стадионе юных пионеров. На данный момент говорить о равноценной замене тренерского штаба нельзя. Можно лишь сказать, что София едет к хорошему специалисту. «Да, это пока не полноценное сотрудничество, а просмотр. Что ж, Рафик ее обязательно посмотрит. У чемпионов вкус хороший. А как дальше сложится, уже не наше дело», – сказал заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Наталья Бестемьянова оценила решение Самоделкиной, ушедшей из Академии Плющенко. «София – взрослая думающая спортсменка. Я доверяю ее решениям. Если считает нужным сделать такой шаг, то могу только пожелать ей удачи. А Рутинян – большой тренер. Тут и говорить нечего. Что касается просмотра, то это просмотр фигуры речи. «Мы же не в XI веке живем. А Рутинян прекрасно знает Софию. Она его. Видимо, боятся прямо сказать, что начинаются совместные тренировки. Хотя хотят посмотреть друг на друга, притереться. Это профессиональный подход», – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Российский фигурист Макар Игнатов анонсировал новую произвольную программу. Он будет выступать под песню Мачете «Вечность». Ранее Игнатов представил короткую программу под «Ультима Соло». Игнатову 24 года, он серебряный придет в чемпионат России 2020-2021. Полное видео про произвольную программу с оригинальной музыкой. Смотрите на нашем телеграм-канале по ссылке в описании канала или под видео. Анна Шербакова показала фото в белом платье с цветочным принтом. Олимпийская чемпионка в фигурном катании прилетела в Китай для проведения мастер-классов. «Нихао», – написала Шербакова. 7 сентября Шербакова посетит китайский город Шэньчжэнь, где станет участницей церемонии открытия фестиваля «Русский лед и снег» в Ванда Плаза. Олимпийская чемпионка пройдет прямой эфир, где представит бьюти-бокс с российской косметикой и поделится с секретами красоты. Напомним, это и весной Анна Шербакова перенесла 3 операции на голеностопе и лишь в июле снова вышла на лед. В новом сезоне она будет работать в разных ролях на российских соревнованиях по фигурному катанию. Шербакова не выступала на соревнованиях после Олимпийского сезона 2021-2022. В данный момент она пробует себя в роли тренера на сборах и практикуется на Первом канале в качестве ведущей. Фигуристка Камила Валиева рассказала о сложностях жизни вне спорта. «Ты все равно приходишь в какие-то компании, где люди не из спорта, и вы начинаете про питание, про тренировки. Люди мне из спорта иногда просто непонятны нашей темы, наши небольшие загоны, скажем так. И ты сидишь, тебе немного сложно поддержать тему, потому что, грубо говоря, этого ты не видел, потому что ты занимался тренировками. Этого ты не читал, потому что у тебя было восстановление после тренировок и немножко было не до этого. И поэтому немножко как слепой котенок. Но со временем ты уже начинаешь больше понимать, о чем говорят. «Сам начинаешь уже что-то, и это как будто бы дает тебе стимул не останавливаться только на спорте», отметила Валиева в подкасте Forbes и Location Go учиться. Также 18-летняя фигуристка ответила на вопрос о планах после спорта. «Именно сейчас в моем сознании, мне кажется, что до 25 лет у меня столько раз изменится мое мнение, ты уже с каждым днем чуть-чуть новое узнаешь. Постоянно что-то меняется. Я, пожалуй, ставлю себе какие-то совсем краткосрочные цели. А дальше уже и жизни направит, и сама поймешь, что делать. И люди помогут», — сказала Валиева. Заслуженная артистка РФ-балерина Анастасия Волочкова раскритиковала хейтеров фигуристки Александры Игнатовой Трусовой. Спортсменка не соревновалась до 2022 года. Она планирует выступить на контрольных прокатах сборной России 14-15 сентября. Многие уже поставили крест на ее спортивной карьере. На многих успешных людях пытаются ставить крест. Это делают те, кто никак в жизни не состоялся и ничего не сделал. Пусть они ставят крест на себе и в своих могилах. А могилы — это их никчемные души. Да кто эти люди? Это не люди. Это персонажи из-за разряда людей, которых нафиг в музее. Кто на ней крест поставил? Пока она в силах и хочет достигать новых высот, все получится. А судей кто? Главный судья нашей жизни — совесть. Этих хейтеров никто не знает. А Сашу Трусову знает весь мир. Есть лидеры из Агитова, Чербакова, Валиева. Моя любимая Трусова. И они приносили и приносят славу России. А писать гадости — да пошли они, пусть на себе крест поставят, сказала Волочкова в Матч ТВ. Дмитрий Губерниев считает, что Александр Трусову будет бороться за высокие места. Трусову после замужества, взявшую фамилию Игнатова, планирует выступить на контрольных прокатах сборной России. Говорят, женился, переменился. Это касается не только мужчин. Влюбленная и счастливая Игнатова вернется и будет бороться за самые высокие места. А мы ей поможем. Верю, что она будет конкурентоспособной. Я с детства за Игнатову. Все об этом знают, сказал Губерниев. Евгения Медведева поделилась подробностями своего романа. «Живу с молодым человеком. Мы с мамой сейчас живем раздельно. Она живет в доме, мы с молодым человеком отдельно. Я нашла партнера по жизни. То, что нужно. Девчонки спрашивают, как ты это сделала. Ты мужчин не видел. У тебя ни отца, ни брата. Как ты нашла такого? Я говорю, не знаю. У меня все в порядке». Поделилась Евгения в подкасте Абрамова для ВК-видео. Также Медведева получила главную роль в ледовом мюзикле Илья Вербуха «Мама». Об этом рассказал хореограф Илья Вербух. Выбор такой темы для спектакля в этом году для меня не случайен. Этот год проходил в ожидании появления на свет моей дочери. Чудо рождения и абсолютное волшебство. И слово «мама» главное в жизни каждого человека. Этим спектаклям я хочу сказать большое спасибо своей маме и каждой женщине, которая подарила жизнь другим. Считаю, что спектакль станет логичным завершением года семьи и в то же время его продолжением. Потому что семья – это самая важная опора в нашей жизни. Приводят слова Илья Вербуха на Ice Tickets. Субтитры создавал DimaTorzok